Итак, всем привет, с вами Дубгей. Продолжаем играть за Германскую империю в мод про Первую мировую. В прошлой серии мы пробились сквозь Францию, Бельгию тоже, на море тут, да, добились, я думаю, окончательного превосходства. Хотя, так мы и не встретили весь британский флот нигде, просто периодически вот эти вот корабли разбивали, но я думаю, вот такой вот флот ветеранов будет в состоянии даже с британским флотом встретиться, тем более с супер прокачанным адмиралом, да, и с всеми прокачанными доктринами, духами, думаю, мы точно готовы. Ну, сейчас нам остается только пробиться сквозь Россию, кстати говоря, Румыния тоже зашла за сторону России, но это ее ошибка, и после этого война, я думаю, закончится, можно, кстати говоря, отправить еще какой-то экспедиционный корпус в Египет, тут, видите, тоже можно более-менее пробиться, но я думаю, это произойдет после падения Италии, если она на нас нападет. Поехали. А нет, оказывается, у нас все это время в тылу готовилась еще одна армия, а я о ней просто забыл, вот почему у нас еще какой-то недостаток снаряжения, да, следовательно, что, следовательно, у нас есть на самом деле генерал на пустыне, вот он. Может, он исторически и служил как раз где-то в Османской империи, я не знаю, за что-то ему дали этот перк на пустыне, да, так что возьмем его и давайте отправим эту армию в Османскую империю. Кстати говоря, добивает Албанию, но никак не добьет. Поможем мы этой армии также, да, наступать. Если мы перехватим Каир, то это тоже неплохо ударит по Антанте. Но, в принципе, я не знаю, как добивать труп, потому что не думаю, что хоть кто-то там может оказать какое-то сопротивление. США еще вступить не скоро, да и тоже. Да, несмотря на какую-то большую промышленность, там высаживаться они к нам вряд ли смогут нормально, так что импакты не внесут. А еще, так как мы, в принципе, отбили все территории, что хотели, я решил, что нам им имеет смысл реорганизовать наши армии, да. Можно как-то более централизованно их всех поставить, набить снова бонус запланирования и начать вторую, можно сказать, стадию наступления. С уже свежими, готовыми к новым действиям войскам. Да, я думаю, так вот пойдет, пускай они все на позиции свои отправляются. Также мы тут реорганизуем кое-как наши флоты, а именно подводные лодки дальнего действия мы отправим под Канаду. И вот здесь вот, мимо африканского всего поперечья, потому что здесь много флота союзников, да, отправляется. Плюс у нас есть снабжение, давайте отправим в Красное море. А вот эти вот ближнего действия будут полностью блокировать Британию, Россию, ну и им этого хватит. А наш лод здесь просто все, что мы найдем, внезапно будет выезжать и уничтожать. Теперь здесь у нас идет тоже одна из этих бесконечных битв, и посмотрите, что здесь произошло. Эти подлодки, я понимаю, стоят в этой битве и потихоньку выносят французский флот. И, ну, это нормальный такой урон, а сами они уродно практически не получили. Вот о чем я и говорил, почему подлодки в этой игре имба, потому что у кораблей нету вариантов их реально дамажить. Наши войска здесь прибыли в Египет, и сразу же они, пускай, оказывают поддержку. Здесь нету британских войск, только вот эти вот, так понимаю, ополчения, можно сказать, Египта. Я думаю, мы без проблем здесь пробьемся и начнем полностью контролировать Средиземное море. Доступление в Италии, а затем после капитуляции Италии тоже. На самом деле, пока что они как-то не спешат. Нет, хотелось бы не посмотреть по фокусам, давайте. Вот лондонский пакт, я так понимаю. Ну-ка, не стоит в Альянсе. Непонятно, кто именно должен нажать кнопку, чтобы они вступили, да? Ну-ка. Стрелать, ага, это все понятно. Ну да, непонятно, кто должен их позвать, потому что сами они пока не спешат вступать, но нам в принципе-то и без разницы, да. Единственное, у нас здесь куча артиллерии, вот у этого генерала, потому что он ее здесь в Франции использовал, я ему ее назначил. Можно было бы эту артиллерию переназначить на самом деле куда-нибудь вот сюда. Опа, Греция. Антанта хочет в Грецию, но у нас тут в Греции вообще какая-то городская война, у меня стоит исторический фокус, интересно, это так и должно быть или нет. Королевство Греции, а это Греция. Ну нет, давайте не будем требовать, у нас строят, если они сохранят просто нейтралитет, в принципе. А у нас последняя уже воздушная доктрина, хотя она не имела никакой, да, роли. Давайте-ка вот наш флот его сюда попробуем перевести, чтобы он сюда тоже действовал. Опа. Отлично. Только почему-то он все равно сюда не хочет поплыть, видимо эта битва тоже... А, исчезла где-то в пространстве. Кстати говоря, и здесь, да, наверное, тоже вывезти под лодки, пускай они продолжают топить конвои. Они стоят в бесконечных битвах. Ну и вот здесь вот тоже давайте переведем вот эти РЖД. Сюда и одну. Можно вот сюда. И одну отсюда, сюда тоже. В Африку, хотя нет, давайте не будем. В Африку. Ладно, пускай вот этот сюда поедет, обратно. А доедет РЖД, я думаю, мы можем уже нападать, потому что планирование здесь везде готово практически. И да, давайте пока не остали жесткие морозы, так сказать, да, пока еще в сентябре. Начнем нападение. Смотрите, все просто зеленое. Наше планирование очень неплохо сыграло роль. Плюс вот этот баф от ночи, они получают 50% дебафа, мы всего лишь 25, это очень много. И да, мы очень солидно. Кто-то в простой мере, надо подумать. И я, знаете, что думаю, что мы в состоянии капитулировать и Россию, и Британию, так что это еще не конец. Мы окончательно победим французскую угрозу, конечно же. Кстати, об угрозе. Экипет пал, и мы начинаем входить в Британскую Африку этой армии. Причем здесь нам даже хватает снабжения. Вот сюда. И да, пускай они продолжают наступление, пока могут. Третья скорость стоит. Пускай атакуют. В один момент там Италия должна в теории вступиться, но это фигня. Если они пройдут достаточно далеко, я бы даже на самом деле призвал уже наших марионеток. У них немного войск, но там есть какие-то войска наших союзников, да. Вот это вот все там есть. Море мы более-менее контролируем. По крайней мере, конвои наши никто не топит. Хотя, в теории могли бы, да. Кстати говоря, вот это можно тоже поставить под удары. Могли бы вполне себе они это делать, но не делают. Вот, видимо, Ишка не имеет приоритета ставить подлодки. Либо они ставят их не там. Но здесь сопротивление, как вы можете видеть, практически вообще отсутствует уже. Видимо, большую часть мы окружили, а остальное Россия не смогла восполнить. Не уверен. Насколько... Ну да, по сравнению с нашей армией, там примерно в 3-4 раза их меньше. Но все равно какие-то силы они должны были куда-то направить. Неужели реально вот все, что мы видим, это все? Похоже на то. Наши войска сами, без особого моего участия, здесь полуокружение сделали. Мы добьем их и доделаем реальное окружение. И здесь, да, здесь тоже все окей. Эпидемия. А у нас она сразу появилась? Нет. Нажмем ее тогда попозже. Что здесь вообще? Припасы, истощение. Поддержка войны. Ну, в целом, на самом деле, пыль, я бы сказал. Да. Продолжаем здесь. Кстати говоря, у нас здесь не все войска, по ощущениям, да? Да, у нас очень много войск вот здесь впод. И пускай так, наверное, и остается пока что. Вот давайте-ка вот так вот сделаем. И заплодим эту армию. По той простой причине, что там на всех нам просто не хватит снабжения. Поэтому пускай они пока побудут здесь. Пока эти войска, видите, им и так где-то не хватает снабжения, пробиваются здесь. И скоро, да, мы призовем еще наших марионеток. Здесь какие-то непереведенные ивенты. Я просто с бета-трусификатором играю. Но, видимо, в России происходит революция, особенно из-за подлога. Я думаю, так и есть. А вот и оно. Россия капитулировала. Достигли ее сердце. Ага, под контроль Германии. Самой сильной страной в мире, ага. Брест-Ледовск. Отлично. Давайте подумаем. Я, конечно, не имею, что это. Поэтому давайте сохранимся. И если что, я откачусь. Чтобы это не затроллило меня случайно. Короче, я проверил варианты. И вот это просто мы пересаживаемся на Польшу, как здесь и написано. А это, видимо, ничего. Как и написано. Но такие ивенты всегда неоднозначны. И теперь мы вот эти все армии можем вывезти и начать планировать выездку в Британию. Опа, на Румыния задается. Логично. Ну да, давайте мы ее освободим. Давайте, что это нам даст? Там, видимо, какие-то территории попередаются. Ставься так вкратце. И мы получим ресурсы мультяне. Это, видимо, нефть? Ну-ка. Да, это нефть. Ну, да. Окей. Как бы мы не против, кстати говоря, мы получили... А, здесь порты, забавно. Вопрос, следует ли отменить Олимпиаду 16-го года? Угу. Возможно, не будет. Ну, посмотрим. И я думаю, на это можно нашу серию подзакончить. Победили мы Россию. Остается нам Италия. Британия. Ну, вообще-то, пока что только Британия. Ну, я подозреваю, что Италия может вступить в войну. Есть еще там Япония, но она не великая держава. Поэтому ее капитулировать не придется. Ну, и она пока никакого импакта плюс-минус не внесла. И вряд ли внесет. Также мы призовем, я думаю, наших марионеток и Африку тоже отобьем. Так что с вами был Допгей. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.